Слышно, видно. Открутите связь, пожалуйста, коллеги. По пятибалльной шкале, как меня слышно, видно. Так, вижу плюсики, пятерочки, плюсики. Отлично, значит, начинаем. Рада всех приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Которая называется «Моя жизнь. Проекты на спресс-карьеры». У кого звук тихий, значит, надо надеть наушники. В основном я вижу хороший отзыв. Вот там их нормально, да? Кто-то говорит «пони», кто-то говорит «тихо». Так, попробуйте у себя регулировать. У остальных все нормально. Итак, начинаем. Приветствую всех на нашем вебинаре. Очень рада всех видеть. Давайте друг с другом поздороваемся. Поприветствуем сначала наших давнешних партнеров, которые могут себя назвать старичками. Старички по 150. Я вас приветствую на нашем вебинаре. Сейчас поближе подзвину. Старички, приветствую вас. Очень рада всех видеть. Спасибо, что пришли послушать меня. Приветствую отдельно свою команду. Свою дружную, большую команду, которую поставьте пятерочки. Моя команда, если вы здесь, если вы зашли меня поддержать. Буду рада вас отдельно поприветствовать. Пятерочки, моя команда. Отлично, здорово. Очень рада вас видеть. И, конечно же, поприветствуем новичков, которые к нам присоединили совсем недавно. Поставьте плюсики. Кто считает себя новичком? Звук плохой. Звук плохой. У кого плохой? Наденьте наушники, пожалуйста. У меня на максимуме больше не могу добавить. Очень много новичков. Отлично, здорово. Вас тоже поприветствуем. Поздравляю вас с регистрацией в самом лучшем проекте в интернете. Желаю вам успехов. И поприветствуем еще, если они сегодня у нас есть, отдельно наших будущих партнеров нашего проекта. Поставьте восклицательные знаки, кто еще не является партнером экспресс-карьеры. Восклицательные знаки от тех, кто еще не является, пока не является партнером нашего проекта. Вас тоже очень рада видеть. Я надеюсь, Ваше желание после вебинара изменится, и Вы примете правильное решение. Здорово, начинаем. Звук у себя регулируется хорошо, я больше ничего не могу изменить. Итак, позвольте представиться. Меня зовут Айгуль Харисова, мы с мужем Наилем Харисовым вместе работаем, вместе развиваемся и имеем визу в нашем прекрасном интернет-проекте экспресс-карьера. Являемся на данный момент закрытыми старшими золотыми директорами, в открытом звании таксировые директора, вот с таким доходом посчитала, получилась в месяц в среднем 148 тысяч рублей на данный момент уставляет наш доход в проекте экспресс-карьера. Регистрировались мы почти три года назад, получается, скоро будет в феврале три года, 4 февраля 2013 года. В тот момент я работала учителем в школе, муж работал в редакции Гавета районной, мы жили в районе Башкорстане. Я уволилась спустя почти год, 8 месяцев получается, да? 8 месяцев я совмещала с работой, с учительской работой, а муж уволился в прошлом году, в марте. Вот сейчас мы абсолютно выводные люди, интернет-проекте приниматели, работаем только в нашем проекте, посвящаемся семье, своей работе, детям и продолжаем работать дальше и расти, развиваться. Немножко расскажу о нашей семье. У нас трое детей, мы многодетная семья, старшей дочке исполнилось в этом году уже 15 лет, нашей семье 17 лет будет в этом году, дети у нас юбиляры, почти все юбиляры получаются, сыну исполнилось 10 лет в декабре, и маленькому нашему младшенькому 5 лет, будет уже 6 лет в этом году. Да, приветствую земляков, мы из-за Курстана, сейчас живем в Уфе, жили в Хайбунском районе, сели Афиар до этого. Так, здесь тоже наша семья, моя семья, об этом я всегда говорю, говорю с гордостью, с любовью, что наша семья теперь полностью в Арифлейм, не только мы с мужем вместе работаем, но и мои братцы и сестры тоже в Арифлейм, они тоже успешны в этом бизнесе, тоже развивают семейный бизнес, мы все вместе, это очень здорово, прекрасно. Вот фотография из недавнего банкета, где нас отмечали, поздравляли, пригласили на такой шикарный новогодний банкет. Меня в проект пригласила моя сестра, сестренка, наша младшенька, Эдвили Каипова, она сейчас в открытом звании, старший золотой директор в нашем проекте. Я пригласила брата с женой, Айнур и Алию Каипову, они тоже в этом каталоге вот-вот закроют золотых директоров. Вот все мы являемся директорами компании и развиваемся растем. Дальше здорово нам повезло друг с другом, что мы сразу поддержали друг друга и начали развивать вместе семейный бизнес. Желаю вам того же, поэтому я всегда всем говорю, приглашайте обязательно своих родственников в первую очередь. кому мы желаем счастья, успехов? Конечно же, своим близким, родным. Поэтому я тоже сразу побежала к своим родственникам, родным, когда узнала о возможностях компании Арифлейм, о возможностях нашего проекта. Горящими глазами, таким энтузиазмом я побежала к своему брату, рассказывала восхищенно о нашем проекте, о возможности, отрисовала, показывала. Вот они сразу заработились этим моим настроением, поверили в меня в первую очередь и начали с нами вместе работать. Поэтому приглашайте обязательно своих родственников, вместе будете развиваться вместе веселее. Ну вот мы сейчас те, кто в Арифлейм, разделяют свою жизнь до Арифлейм и в Арифлейм. Вот как я сказала, до Арифлейм мы учитель и редактор, да, обычные наемные рабочие, да, вот такой мизерной зарплаты 15-20 тысяч рублей в месяц. Это считалось в сельской местности хорошей зарплатой. 15-20 тысяч это хорошая зарплата в сельской местности. Вы зарабатываете и по 6-7-10 тысяч. Жили вот пятером на такую зарплату. Я сейчас удивляюсь, как можно было жить, не жить, а существовать, да, приходилось просто. И многие спрашивают, можно ли совмещать с работой. Совмещать с работой можно и нужно даже первое время, да. Я работала учителем и мне удавалось, я могла совмещать. Конечно, если близкие дома поддерживают, это очень здорово. Муж меня сразу поддержал, да, ему больше доставалась забота о детях, он возился там с детьми больше, да, мне не мешать. Я сидела за компьютером, прибежала домой, прибегала домой после работы, после уроков, сходила за компьютер и работала, работала, работала. Конечно, работа учителя и дома продолжается, да, и книги, и тетради, проверки, планы, куча всего работают и ходят домой. Совмещать было сложно, у меня было мало свободного времени. Поэтому, кто пытается найти такую отговорку, что у него основная работа, что не может совмещать, что нет времени и так далее, и так далее, это просто отговорки, поверьте мне, это просто отговорки. При желании человек найдет время, если он знает о возможностях нашего проекта, к чему он придет потом, можно меньше поспать, я не знаю, можно телевизор вообще не смотреть, можно как-то время выделить и найти все равно, договориться со своими близкими, распределять домашние обязанности, все можно сделать при желании. и вот сейчас, 15-20 тысяч рублей, разница в доходе такая, ну, через 2-3 года, разве не стоит работать ради таких возможностей? Да, сразу у вас больших доходов не будет, да, сразу больших денег не будет, но вы знаете, что обязательно потом к ним придете, что у вас труд не зря. надо только поверить и начинать действовать. Кого-то муж пригласил, муж здоровый вообще, да, есть такие мужья, да, которые, их мало, конечно, которые пришли сами, потом пригласили своего мужа. Это здорово, я ими восхищаюсь. Ну, вот, рабочие дни, да, у всех. Всем нам, наверное, знакомы эти эмоции, эти чувства, когда все надоедает, когда, не знаю, хочется все бросить. Работаешь, работаешь, денег нет, денег не хватает. Заработал денег и все, на один день, да, на кредит, не знаю, на долги, на еду и все. Если семья большая, например, как у нас, да, из пяти человек состоит, очень туго приходится. У многих людей вся жизнь в кредит, да, всю технику, всю мебель, не знаю, автомобиль, все мы покупаем в кредит. Потом мы свою зарплату просто отдаем. Просто отдаем, получаем, как же месяц, отдаем. Нечего даже, об отложении, как всегда, складывании не может быть и речи. У кого есть кредиты, поставьте плюсики. Есть человек без кредитов у нас? У нас тоже было несколько кредитов, да, у нас им машина и дом, и дом построен в кредит. Даже у людей несколько, два-три кредита, чтобы покрыть один кредит, берут второй и так далее. Такой какой-то замкнутый круг. Да. Даже классная учеба. И вы представьте, представьте, что у вас нет кредита. Представьте, все, что вы зарабатываете, остается только вам, вашей семье. Остается, чтобы покупать еду, остается, чтобы покупать одежду, остается, чтобы съездить куда-нибудь, да, о путешествиях и речи быть не могло быть у нас. Мы вообще никуда не выезжали, никуда не ездили, море даже не видели до проекта. Живем-живом, работаем-работаем, время бежит. Молдость выходит в те дни, как дни сурка, да. И ждем пятницу, ждем отпуск свой. И таким образом мы даже не замечаем, что приближаем пенсию свою, приближаем пенсионный возраст, приближаем свою семейку, да. Сами не понимаем. В понедельник каждый раз, когда же пятница, когда же лето, когда же отпуск. И никто не задумывается об этом. Все время быстро летит, бежит, надо что-то сделать, надо остановиться, хотя бы подумать, как можно все изменить. как можно все изменить, что надо сделать, что-то надо делать. Не бежать снова на работу, да, остановиться, подумать. Вот даже Стив Джонс сказал, когда мне не хватало денег, я садился думать, а не бежал зарабатывать. идея, самый дорогой товар на свете. Вот отличные слова. Когда не хватает денег, когда не устраивает жизнь, когда кредиты, долги душат, когда не нравится, как живешь, надо думать, если думать, что надо сделать, что можно сделать, чтобы все исправить, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Вот такие мысли постоянно к нам приходили в последние годы, когда мы работали в школе, в редакции, да, перед проектом постоянно мы задумывались, вот что можно изменить, так жить уже не хочется. 7-8 лет проработали на своей работе, ничего не изменилось. Зарплата почти такая же, не хватает ни на что, кредиты душат, и детей хочется хорошо одевать, кормить, не знаю, куда-то выезжать, всей семьей отдыхать. Не давало покоя эту мысль, что надо что-то делать. Поэтому у нас даже был свой магазин, сейчас пытались открыть киоск там в деревне, но это долго не продолжалось, вы знаете сами, какие вложения нужны, и так далее, и так далее. Отказались от этой идеи, потом уже не хотелось снова что-то подобное открывать, вложений нет, денег нет, но кредит брать неохота. Вот хотелось без денег, без вложений начать свой бизнес. Оказывается, есть такой способ, да, оказывается, это возможно. Не имея в кармане, ни гроша, можно начинать делать свой бизнес. вот в этот момент в нашей жизни, когда мы думали, думали, что же нам делать, появился в нашей жизни проект экспресс-карьера. Когда человек думает, что надо менять, что надо сделать, обязательно появляется возможность. Поэтому просто надо остановиться и подумать. Есть желания, будут возможности, будут действия, появится результат. И, конечно же, начинать надо действовать, да. Если вы пришли в наш проект, уже долго не думаем, уже ни в чем не сомневаемся. Результаты есть у нас отличные, доказательства есть, что проект хорошо, успешно работает. Сейчас уже он известен на весь мир, наш интернет-сайт экспресс-карьера. Все инструменты есть, система хорошо работает, вам надо брать и начинать действовать. Да, в первое время может не поучиться сразу. Да, вы должны кое-чему обучиться, но надо дальше действовать, действовать и действовать. И вот к чему мы пришли. Через три года работы в проект экспресс-карьере в компании Арифлейн. К чему мы пришли? Посмотрите. Это таблица с доходами за этот год. Компания нам высылает в конце года, в конце каждого года вот такой акт о доходах, заработанных и полученных в компании Арифлейн за целый год. За услуги, предусмотренные договором предпринимателю, причитается 1 миллион 779 тысяч 842 рубля 36 копеек. Вот за целый год мы заработали в прошлом году почти 2 миллиона рублей. И в среднем весе, если поделить на 12 месяцев, получилось вот 148 тысяч 320 рублей. В среднем весе. Где такое платье? Где такие доходы, возможно, скажите мне, пожалуйста, у кого-то платье такие деньги? Вы слышали об этом? Ну вот посмотрите наверх. В первом каталоге мы были еще простыми директорами, недавно закрытыми. Доход был 37 тысяч рублей. Сравните начало каталога. 37, 51, уже вот почти на 15 тысяч вырыз. за один каталог на 15 тысяч. Где есть такая индексация? И в конце каталога 137. Было 37, в конце 17-ом каталоге 137. Как вам такие цифры? Я сама все анализирую и своим глазам до сих не верю, что это все заработано нами, компания Reflame, не выходя из дома, сидя за компьютером, находясь рядом с детьми, посвящая им все свободное время. Да, конечно, класс, это класс, это супер, и главное, это возможно, этого можно достичь каждой из вас при желании и при активной работе. Ну вот, последнее, еще, у нас 17 доходов в году, да, у обычных людей всего лишь 12, у нас 17 раз. Каждые 3 недели мы получаем свои деньги. Вот, на расчетный счет у меня открыт в банке Уралтип, банк выбирает каждый по желанию, какое ему хочется. Вот, последние доходы за 3 недели с 5-го по 26-е декабря 137 353 рубля 81 опеек. В открытом звании фактировых директоров. Примерно такой доход, у кого-то может быть даже больше. Здесь все зависит от самого человека, как он работает. Не работающим не платят. Извините, здесь тоже, как и везде, кто не работает, он ничего не получает. Все честно, все справедливо. Мы являемся индивидуальными предпринимателями. Что это означает? Что означает, мы платим налоги, пенсионные отчисления. В конце года мы отчитываемся, сдаем налоговую декларацию. Все честно, все официально. За прошлый год налога у нас составляет всего лишь 6% в России, в Украине по-моему 4%, в Казахстане даже 3%. Подтвердите, коллеги. На обычной работе у нас налог 13, а у нас в упрощенной системе всего лишь 6%. И вот если у нас налог за прошлый год оставил 1 миллион 770 миллиард рублей, примерно 6% от этого дохода примерно будет как 1 зарплата. Как 1 зарплата. Последняя. Вот примерно у нас будет налог за год. Да, зарплата сильно уменьшилась. Сейчас в новостях постоянно и слышим, и видим, и читаем, что кризис усиливается, что он никуда не делается, не закончился, наоборот. Кризис усиливается, зарплата уменьшается, сокращения растут. Увольнения растут. Кто столкнулся с этим? На своем примере поставьте плюсики. Кто столкнулся с кризисом на работе, с увольнением, с сокращением, с урезанием? Есть такие среди вас? Да, к сожалению, есть. К сожалению, эта тенденция и дальше будет увеличиваться, расти. Надо быстрее, быстрее начинать противозапасной аэродром. Если даже вы где-то работаете, здесь тоже совмещать и выйти на отличные доходы, чтобы вам никак у кредит не было страшно, никакие увольнения, сокращения не были страшны. Итак, что же надо делать? Что же надо делать здесь, в нашем проекте, в нашей компании, чтобы выйти к таким отличным доходам? идея бизнеса нашего действительно проста, очень проста. Итак, что я делала новичком? Когда была новичком, в начале, да, пришла в проект, зарегистрировалась в феврале месяца, там ушла какая-то акция по рекрутированию, сейчас тоже идет акция до бесплатной регистрации, ты делаешь заказ в течение семи-двух часов, получаешь шикарные подарки. Тогда я сразу прошла первый шаг, сделала заказ на 101 балл и получила кухеварку за свой заказ, было очень приятно, кухеварку за заказ на 100 баллов, получила такой отличный подарок. В то время у нас таких вебинаров постоянных не было, по-моему, даже почти не было вообще, мы работали письмами, они проходили письма от нашего основателя проекта Анны Черны, прекрасные письма, которые я читала, они играли решающую роль в том, что я начала тут активно работать. Я как раз в это время, когда я зарегистрировалась в проекте, сидела на больничном домах. Вот здесь тоже, я думаю, это не случайно, потому что если я не была бы свободна в это время, когда регистрировалась именно, я бы откладывала начало своей работы, откладывала изучение, обучение, не знаю, когда бы вступила в работу, выступила. Я была на больничном, читала все эти письма, изучала, вникала, и каждым разом меня владевало восхищение, да, азарт, хотелось быстрее начинать, быстрее добиться, удивлялась, что есть такой простой способ зарабатывать деньги сидя дома, что об этом еще никто не знает, почему об этом никто не знает. Вот многие на больничном зарегистрировались, это тоже знак какой-то, да, чтобы больше времени уделялись, я не лежала, если даже болела, не лежала, я сидела, изучала, читала, и начинала работать. Конечно, было много вопросов, я доставала своих спонсоров, я Дидю доставала, она была далеко тогда от меня, в городе Екатеринбург, я доставала и вышестоящих спонсоров, Юлия Попомова, Рябову, Веронику, поэтому это обязательно надо сделать, если ты хочешь, конечно, узнать больше, ты спрашиваешь больше, да. И как только я поняла суть работы, суть проекта, что тут надо сделать, какие возможности есть, я побежала, побежала к своей подруге близкой, как я сказала, и побежала к брату, и побежала к брату. У нас огромное количество обучающих школ, у каждого директора своя школа, все проходят эту школу новичка, у кого-то на сайте, у кого-то на блоге, у кого-то на почту, разными методами мы работаем, каждый директор уже разработал свой метод обучения. Поэтому, я думаю, никто без обучения новичков не сидит, если есть такие, напишите быстро своему спонсору, чтобы вас подписали к рассылкам. И вот, пригласила подругу, зарегистрировала, брата зарегистрировала, это мне дало еще больше мотивации, еще хотелось больше-больше регистрировать, больше-больше работать, и начала приглашать людей через интернет. Я сначала пригласила практически всех своих однокурсников, знакомых через интернет, им написала про работу, но никто не поверил, никто не пришел. Кроме подруги брата, из моих знакомых никто не пришел сразу, да? Многие отказались, но это я не отчаивалась, это наоборот подстегивало меня, чтобы быстрее и быстрее доказать, что проект работает, доказать, что здесь платят, доказать, что можно здесь добиться успеха работать через интернет. И у меня это получилось. Через некоторое время, да, многие они сами начали мне писать, начали сами заходить, поэтому вам тоже говорю, что не надо отчаиваться, когда кто-то вам говорит нет. Это не единственный человек, да, в интернете людей много, если вам даже знакомые отказались, в интернете миллионы людей. Миллионы людей. Больше приглашайте, больше работайте, меняйте свои шагоны, пишите от себя, о себе, работайте с азартом, любовью, тогда все получится. А да, отказы, они вас закаляют, отказы укрепляют ваш характер, да, вы потом станете непробиваемым, такой броней, да, что у вас ничто не сломит. кто не сломался, в первое время потом уже у него ничто не сломит. После отказов обязательно будут и положительные ответы, и ваши активные партнеры, поэтому мы дальше идем, работаем, приглашаем, приглашаем. Итак, конкретные действия, что мы делаем, что должны делать новички после регистрации в нашем проекте, что надо делать, чтобы прийти к успеху. Вы все знаете, что компания наша производит отличную продукцию, качественную, хорошую продукцию, и нам остается только пользоваться этой продукцией, да, мы не зовем на продажу, но сами покупаем в своем интернет-магазине продукцию компании Reflame. Каждый получает свой личный магазин. И после этого глупо относить свои деньги куда-то в кружи магазины и там что-то покупать, если этот продукт есть компания Reflame. Это глупо, это детский сад, и это действие никого не приведет к успеху. Это понятно, да? Конечно, обучаемся, вот, как я сказала, получаем письма, их читаем, изучаем, вопросы задаем своему спонсору, он ваш наставник, он ваш помощник, он ваш друг. друг, обращаемся всегда к нему, у вас несколько спонсоров, да, помогают несколько наставников, есть ваш настоящий менеджер, есть директора, и вам помогают. Вам только надо обучаться, задавать вопросы и начинать действовать. И долго, долго не сидим, изучая письма, смотря вебинары, сразу начинаем действовать. Обучение совмещаем с практикой обязательно, с первых дней. создаем свои страницы для работы, сначала приглашаем родственников, как я сказала, знакомых, если даже откажут не беда, они будут знать, что вы компания Респлэйм, потом их кто-то другой пригласит, они выберут вас. Поэтому надо это сделать обязательно, пригласить их тоже. И начинаем строить свою команду, да. Ваши команды тоже такие же активные люди, активные ваши партнеры, которые покупают продукты Респлэйм, которые тоже приглашают других людей. Таким образом строится ваша структура. Ваша структура вам дает доход в будущем. Вот посмотрите на мои из последних заказов, фотографии из моих последних заказов и скажите, что вы видите на фото, перечислить пожалуйста, что вы видите на фото и скажите, пользуетесь ли вы этими средствами. Что вы видите на фото, что я купила в компании Респлэйм в своем интернет-магазине. Все нужное, здорово, да, все нужное, которое постоянно заканчивается, которым мы постоянно пользуемся, нормальные люди морутся, женщины красятся, ухаживают за собой, сумка для ванны средства, правильно, все для дома, да, все необходимое одним словом. Я уверена, что я купила качественную продукцию, я уверена, что я купила непросроченное средство, которое никто не открывал, и я еще при этом сэкономила, посмотрите на цены, большой объем шампунь, например, я купила всего лишь за 145 рублей, 400 миллилитров за 145 рублей, в магазине они сколько стоят, представьте, дед для душа 107 рублей, жидкое 70 рублей, женская сумочка, мне обошлась вообще почти даром 541 рубль, подкидки по 50 процентов, да, по пример клубу, тональная основа 216 рублей, классная серия Джордани Голд, гид для душа, 54 всего лишь рубля, 54 гид для душа, где вы такое видите, шарф дезорант 70 рублей, крат 102, мурской дезорант 102, и так далее, и так далее, мыло всего лишь за 30 рублей, баллы я делаю, каждый каталог 200, ресторан делает 200 баллов и выше, да, 200 баллов, у меня дома нет никаких кладов, я не знаю, никаких коробок с продукциями, все это у нас постоянно заканчивается, все это мы постоянно где-то все равно покупаем, конечно же, wellness, наши любимые витаминки, мы пьем уже два года, наверное, постоянно, и чувствуем себя превосходно, отлично, здорово, и здорово, главное, и здорово, вот это главное, сейчас время эпидемия гриппа началась по России, покупайте своим деткам витаминки, рыбий жир, надо застраховаться, профилактику провести, чтобы дети ваши не заболели, от этих витаминов мы не болеем, все здорово, вот даже зла у нас мне рыбий жир здесь обошелся бесплатно, потому что у нас есть подписка, отличная программа, по которой мы четвертый продукт получаем бесплатно, а витаминки всего лишь 374 рубля, это разве много, в аптеке за сколько тоже покупаете витаминки, в аптеке еще вы не уверены за качество, не знаете из чего там все сделано, а у нас эти витамины абсолютно натуральные, все это мы все равно берем, мы о семье здоровенько, о семье здоровенько, заботимся о здоровье мы тоже, поэтому здесь у нас есть все, что вам надо, кто делает 150 баллов вы купите вот по таким ценам, как у меня, да, уже начиная с уровня 6-9%, вы тоже покупаете вот по таким ценам эти же продукты, кто не делает 150 баллов у вас будет дороже, вот такой парадокс, да, кто делает больше баллов ему обходится дешевле продукты, вот каталожные цены я в скобках написала, например, у меня 107 гель для душа от каталоги почти 200 рублей, половина, да, 50% скидка у нас, и вот сколько тратим доказательства скрин последнего заказа, заказ на 200 баллов мой вышел на 6900 рублей, итого сумма, да, в очередь иску 4152 рубля, и я заплатила всего лишь 2748 рублей, это даже не 50%, это 60%, вот такая огромная экономия, огромная выгода для всех наших активных партнеров, не только директора, так мало платят, но и все наши активные партнеры, которые сразу разобрались сутью нашего проекта, которые поняли, что 150 делать это выгодно, которые приняли это для себя, при этом они стремительно начинают свой рост, да, посмотрите, столько платим, а сколько много берем, да, вот кто-то жалеет, что не начал раньше, да, многие так и говорят, почему я не начал раньше делать 150 баллов, выгода очевидна, и вот посмотрите, сколько вам надо людей, чтобы выйти на определенный уровень, да, мы строим команду, приглашаем людей, делаем заказы, и именно от баллов ваших заказов зависит, как быстро вы выйдете на уровне и на директорские звания, вот посмотрите, 3% это 150 баллов групповых, если вы делаете заказы по 10 баллов и приглашаете людей, которые тоже делают по 10 баллов, вам надо, чтобы выйти только на 3%, зарегистрировать 15 человек, 15 человек, чтобы выйти на первую ступеньку, баллов, вы сами делаете 50 и более, да, нашли это 3 человек, вы на 3%, если 75, то 2 человек, если 100, 2 человек, а если вы сразу решили делать 150 баллов, вы в первом же каталоге выходите на первый уровень и получаете свою объемную скидку, и поступаете мудро, экономно. 6%, посмотрите, я все озвучивать не буду, сколько людей вам надо, с каким количеством баллов, с каким количеством баллов, и запишите пожалуйста в чате, кто какие баллы делает, какие заказы, на сколько баллов, и посмотрите по таблице, сколько вам надо людей в команду, чтобы выйти на определенный уровень, 200, ого, я вижу 200, 150, 154, 196, 150, 170, 200, 150, о, какие все молодцы здесь, 200, 150, 430, ого, круто, 150, 150, 150, так, вижу 80, 38, из маленьких баллов, вот кто делает 38, посмотрите, сколько вам надо людей в команду, чтобы выйти на 22%, чтобы открыть звание директора, 300, 800 даже кто-то делает, вот, это вообще класс, и так, посмотрите, кто-то, если думает, что 150 баллов это много, вот заранее, да, подумал, испугался, и никак не хочет решить эту проблему и начинать делать, здесь никакой проблемы нет, у вас есть родственники, у вас есть, не знаю, подруги, соседи, все моются, если у вас пару человек, есть, которым вы делаете общую закупку, да, совместную, которым отдается сутки, 50 процентов, вы легко наберете эти 150 баллов, это не продажа, это совместная покупка, вы им отдаёте по своей цене, посмотрите, если вы делаете 150 баллов, вам, чтобы выйти на директор и уровень, всего надо 50 человек в команду, 50 человек, и это будет за короткое время, чем набирать 700 и 1000 человек по 10-20 баллов, я думаю, тут разница очевидна, есть над чем подумать и сделать правильные заказы, правильные выводы, посмотрите, какие доходы вас ждут, на каких уровнях, если вы начинаете делать сразу по 150 рублей, вы сразу же в своём кабинете личном видите свой доход, свою объёмную списку, я думаю, там никому не нравится, когда у вас стоят нули, посмотрите новички в своём кабинете, там вот объёмная списка ноль, групповые баллы ноль, личные заказы ноль, это вам нравится сами? Мне это не понравилось тоже, я хотела, чтобы у меня быстрее в своём личном кабинете стояли цифры, стояли мои доходы, стояли групповые баллы, которые растут в каждый каталог, и поэтому я тоже начала сразу делать эти 150 баллов, мне никто не говорил делай, никто не говорил будешь получать хороший доход там, да, я сразу сама поняла и начала делать. Вот посмотрите, на 3% для России Украина сразу же 6%, да, у них отличается в рублях, посмотрите, тут в гривнах и в ценге казахских. А ещё вот, посмотрите, здесь в доходе суммы не указано, не учтено, что сейчас есть ещё скидка по примеру клубу. Если вы делаете заказ на 50 баллов, вы кроме объёмных скидок сразу же получаете 10% от суммы заказа. Скидка по примеру клубу, которая составляет минимум 600 или 700 рублей. Поэтому к этому доходу то, что вы видите в каждой городе, прибавляете ещё 600-700 рублей. в России это так. Вот, например, 3% вы делали 150 баллов, у вас будет доход сразу около 1000 рублей. То есть на следующий свой заказ вы имеете скидку 1000 рублей. Платите уже меньше, чем потратили в своём первом заказе. Вот, посмотрите, дальше наш доход будет на 9, и уже начинаются у вас премии по программе «Проборот» в России. Два раза удерживайте уровень, у вас будет премия 1500 рублей, да, на 15-7. Так, у меня тут наоборот ехало всё почему-то. 9% на 1500 должно быть, да. 12% 3000 рублей, 15% 6000 рублей, 18% 9000 рублей, и 22% 12000 рублей премия составляет по «Трубородку». Кто получил премию недавно по «Трубородку», поставьте восклицательные знаки, мы вас поздравим, это здорово, отлично. Кто получает премию по «Трубородку», это означает, что он активно работает, сразу начал работать активно, да. Кто имеет отрыв, поздравляю, Ленару, Анну, Розелю, еще кто получил, кто получил все премии по «Трубородку», и того, в сумме они составят 31500 рублей, да. Кто без отрыва, он не получает, поэтому сразу важно активно включиться в работу, чтобы получить все эти премии, а не ждать, сидеть, наблюдать, да. Поздравляем всех, поздравляю, молодцы, я тоже получила все эти премии по «Трубородку» сразу, и было очень приятно, да, получать их. «Трубородку», и так, смотрите, вы получаете свои скидки за 150 баллов, оплачиваете следующий заказ уже меньше, меньше, 9%, уже половину, да, даже 60% у вас скидка будет, 40% только оплачиваете, и у вас остается неоплаченная скидка. Когда начинаются вот эти премии, у вас остаются на номере неоплаченная скидка. Они никуда не деваются, они у вас начинают копиться, да, копиться на вашем номере консультанта, который до выхода на 22% образует приличную кругленькую сумму, которых я вам тоже сейчас покажу, сами увидите. И премии вот с уровня директора, тоже посмотрите, какие доходы вас ждут. Директора 35,000 рублей, и получает премию в 1000 долларов. Сейчас в 1000 долларов это огромные деньги, курс растет, почти 80 рублей в России, посмотрите. Кто получает премию в 1000 долларов по ставке в плюсике в первом каталоге? В первом каталоге сегодня, сегодня мы с вами ждем зарплату, вся экспресс, в первом каталоге. У нас сегодня особый день, четверг первого каталога, да? У нас сегодня начисление нашего дохода, уже, между прочим, второй в январе. Второй доход в январе сегодня, ожидаю, все здорово. У людей после Нового года до сих пор нет денег, до сих пор нет зарплаты, а у нас уже второй. Круто, да? И вот сегодня кто-то у нас еще получит 1000 долларов, это около 80 тысяч рублей, да? Кто закрывает старшего директора, получает 1500 долларов плюс своему доходу. Кто получает, кто закрывает золотого директора, получает 2000 долларов и так далее, и так далее. Премия мы получаем в долларах, по курсу доллара, вернее, да? И вот посмотрите, накопление моих девчонок, моих менеджеров, которые откидно включили в работу. Так, Алия, 2000 долларов ждет. Вы закрыли золотого директора? Круто, круто, здорово, поздравляем за 1000 долларов, это вообще классная сумма. Супер. Итак, смотрите, Гулия, менеджер 15%, скидка написана 16 тысяч сколько-то рублей. Вот это остаток скидки, да? Полученные премии у нее копятся до выхода, до открытия индивидуального предпринимательства. Далее, у Димфиры 34 тысячи рублей накопилось на данный момент. Это тоже очень отличные классные деньги. И здесь я показала еще накопление нашей Курмашевой Миллиарши, которая накопила в том каталоге 88 тысяч рублей. Скажите мне, вы можете работая на своей обычной работе накопить какие-то деньги? Хоть, не знаю, хоть 30 тысяч, хоть 50 тысяч. Можете накопить? Нам это не удавалось почему-то. Мы не могли никакие деньги не накопили. Нет. А здесь можно. Вы здесь снимаете около 100 тысяч рублей. Вот сейчас Миллиарша открыла индивидуальное предпринимательство. Миллиарша, ты здесь поздравляю тебя с этим событием. Сегодня, завтра она ждет свою первую зарплату, свои накопленные деньги на расчетный счет. До открытия индивидуального предпринимательства ваши деньги копятся, вы их пока не можете снимать. А потом открываете ИП и открываете расчетный счет в любом банке, получаете свои накопленные деньги на номер, живые деньги. Да, Миллиарша здесь поздравляю тебя с этим классным событием. Вот по моей команде в этом каталоге открыли индивидуальное предпринимательство три человека. Поздравляем Эльвиру и Скаклова. Ты здесь Эльвира, поздравляем тебя. Поздравляем Светлана Кульсарова, который тоже работает с вместе развивать семейный бизнес. Поздравляем вас. Молодцы наши девчонки и мальчишки. Они все трое ожидают свою первую зарплату около 100 тысяч рублей наверное у всех где-то будет. 80-100 тысяч рублей. Накопили активной работы в нашем проекте. И ИП это не страшно у нас. ИП у нас здорово, ИП у нас круто. И вот какие-то ложные мнения людей меня поражают. Некоторые говорят, что открывать ИП не буду, не буду работать, потому что ИП надо открывать. Многие думают, что ИП это надо торговать, не знаю, свою точку иметь и платить бешеные налоги. у нас не так. Мы ИП открываем только, чтобы официально получать свой доход. ИП это у нас получает единственный официальный способ для получения своего дохода. И налог мы с вами платим только после того, как открыли ИП. До этого мы не платим, до этого у нас только скидка накапливается. Поэтому этому бояться не надо, к этому надо стремиться. У нас это счастье, у нас это радость, у нас это успех. ИП это круто. Вот представляю вашему вниманию нашу огромную, успешную, самую-самую лучшую команду в интернете. Наш проект Экспресс-карьера самая лучшая, самая быстрорастущая, самая масштабная команда, самая масштабная проект, который есть в интернете. Сейчас вы, наверное, заметили очень много разных проектов, которые тоже сотрудничают с Алифейн, но наше самое-самое. Об этом вам надо знать, об этом надо говорить. Посмотрите, сколько стран уже представлено в нашем проекте, в лидерском составе, в директорском составе. Давайте поприветствуем друг друга по странам. Самая многочисленная команда, в 2015 году в лидерском составе была на Украине. Украина ставим представительные знаки, мы вас приветствуем. Отлично там развивается наш проект, отлично растут наши лидеры, в этом году будет очень-очень много. Здорово, приветствуем вас, молодцы. Даша, приветствуем, конечно, Россию. Россия ставит пятерочки. Россия ставит пятерочки, вас приветствуем. В нашей стране тоже очень круто развивается наш проект. В этом году будет очень много наших директоров на банкете. Здорово, здорово, что вы с нами. Даша, приветствуем Казахстан. Казахстан ставим десяточки. Кто из Казахстана? Наши коллеги, партнеры. Да, взорвем, взорвем весь интернет, взорвем планету. Казахстан ставит десяточки. Приветствуем вас тоже. Здорово. Так, Молдова. Лора Бойко в прошлом году была одна, да, сейчас в этом году будет еще больше партнеров из Молдовы. Ставьте, Ставьте, Молдовы, семерочки. Кто из Молдовы? Приветствуем вас тоже. Семерочки, Молдова. Здорово. И вас тоже очень много. Классно. И Беларусь. Беларусь ставит доллары. Беларусь миллионер, конечно, ставит доллары. Да, в Беларуси тоже очень много в этом году наших партнеров, очень много будет наших директоров. Мы вас приветствуем, мы за вас рады. И хотим встречаться на золотой конференции со всеми лидерами из разных стран. Потому что мы с вами на банкетах не видимся, а можем увидеться на золотой конференции. Отлично, на послед доллары. Теперь скажите остальные страны, которых здесь пока еще нет, где еще, в какой стране будут директора проекта экстрас-карьера. Напишите свою страну. В какой еще стране обязательно будут директора, золотые директора, бриллиантовые директора. Свою страну напишите пожалуйста Дагестан, здорово, Украину мы назвали, кого еще не назвали, Латвия, Катарстан, это Россия, Беларусь назвали. из Дагестана еще откуда будет Азербайджан. Прибалтика, да, где вы? Латвию назвали, Киргизия, будет здорово. Что-то неуверенно вы, неуверенно в своем успехе? Ну-ка заявите о себе, что вы станете обязательно директором в нашем проекте. Это так и будет. Да, у нас уже очень много стран, да, кроме этих представленных. В этом году там в других странах тоже будут директора. Мы будем рады с вами увидеться на золотых конференциях и выше, и глянтовых конференциях. Итак, представляю вам нашего лидера, основателя нашего проекта, нашего мега-мега-супер лидера, который считается самым быстро растущим лидером в мире. Ставим восклицательные знаки, посмотрите на результаты, да, у нас сейчас на 31-м месте в топ мира, посмотрите, сравните итоги и результаты с прошлыми годами. 2013-й год, здесь 2067-е место, здесь 2014-й год, 108-е место, да, и какой рывок, да, такой прорыв, какой результат в этом году, мы уже на 31-м месте. У нас такой лидер, у нас мега-лидер, да, за которым мы идем, и здесь грех не развиваться, не расти, и не брать пример к нему. Оно своим примером показывает, что можно развиваться у всех короткие сроки, да, можно стать топовым лидером, мировым лидером, благодаря своему упору, телеустремленности и трудолюбию. Мы ее очень любим и благодарны, Анна Черна сегодня здесь, благодарим за шикарный проект. Даже страшно подумать, где мы были, где работали, что бы делали, если бы не этот проект. Даже об этом думать не хочется. У тех хочется уже дальше-дальше развиваться, работать активно и идти за ней только вперед. И итоги нашего проекта целого за 2015 год. Посмотрите, сколько лидеров с уровня директора и выше. Анна Черна уже открыла звание таксирова исполнительный директор, да, один пока старший бриллиантовый директор, три бриллиантовых, 71 10 старших золотых, 53 золотых, 18 старших директоров и 394 старших менеджеров и директора. На тот момент было у нас общее количество 487 лидеров в команде. У нас есть чат в скайпе для директоров и выше. Тогда было столько участников, а на сегодняшний день, вот я скрин сделала, у нас уже 492 директора и выше. Старших менеджеров и выше в этом чате. Растем, растем, каждый каталог, каждый каталог у нас добавляют новые директора, новые старшие менеджеры, новые лидеры, новые индивидуальные предприниматели, постоянно у нас там идет поток. И успейте попасть, успейте попасть в первый чат наш директор всем, который вмещает в себя всего 600 участников. У вас осталось 100 мест, наверное, уже 1-2 каталога. Давайте быстрее попадайте в этот чат. И дальше я хочу сказать немножко о себе, о нашей семье, что изменилось в нашей семье. Ну, кардинально изменилась наша жизнь, изменилась жизнь нашей семьи. Изменились мы сами, да, стали уверены, свободны, независимы, счастливы, которые ни от кого не зависят, да, вот сегодня погода морозная, у нас около 30 градусов, мы никуда не идем, мороз нам не страшен, дождь нам не страшен, да, сидим дома, попивая чайку, открыли ноутбук, и мы за работой, открыли ноутбук, и мы с командой со своими родными людьми общаемся, работаем, переписываемся, у кого-то дождь идет, а у нас сегодня мороз. В этом году, то есть в прошлом году, получается, за 15 год, у нас было очень много событий, связанных именно с нашим проектом, с нашей компанией. Как я сказала, до проекта мы ни разу ни моря не видели, ни за границу не выезжали, не знаю, отдыхали около своей речки, да, в огороде, там, вот так и проходила жизнь, она вот так и прошла, если бы не наш проект. И за 2015 год, мы побывали два раза за границей, на двух морях, да, были в Турции в июне месяце, в Турции мы поехали за деньги, заработанные в Арифлэн, на одну зарплату, на одну зарплату скидать за границу, да, это супер, какие возможности нам дает наш проект. Затем были в Москве, даже Москву мы тоже не видели до сих пор, были там на Мегаформе и на банкете директоров. Сейчас со всей семьей постоянно мы куда-то выезжаем, детей вывозим, им показываем места, им показываем различные интересные места, с ними проводим больше времени. Сейчас это мы можем себе позволить, и у нас и время, и деньги есть, да. Так, у меня слайд зависит, у вас появился слайд? Так, вот. Вот, да, постоянно каждую неделю мы где-то бываем, что-то вместе с детьми делаем, и у нас уже сейчас вошла привычка, они спрашивают, да, у нас, а куда сегодня поедем, а куда на этой неделе, что мы будем делать на этой неделе, да. Это счастье, уделять время своей семье, уделять время своим детям, развивать их, вместе проводить время, вести их счастливые глаза. Это огромное счастье. У кого есть дети, кто экономит, пока на детях, он поймет, да, очень стопо, вот мы экономим на детях, денег не хватает, практически на обычной работе, а здесь вы можете позволить все своим детям, все, что они хотят, все, что вы сами хотите. так, слайды у меня зависать начали. детям, что они обключают, но я и и хотя есть мелко шкула, шкула, И исходим из того, что им не ходить, там одежду не рассматриваем, что порвано, что изношено, а покупаем то, что они действительно сами хотят. На день рождения мы спрашиваем у детей, что нужно получить, выполняем их мечты. Вот наши дети сейчас мы переехали в Уфу, здесь, конечно, в городе огромные возможности для развития детей. Есть бесплатные разные школы, заведения, куда можно их вводить без ущерба заменному бюджету. На средний сыновчик Вильсур занимает брейк-дансом, ему это очень нравится, у него есть определенные усилия, уже соревнования, это тоже стоит немало денег. Дочка занимается дополнительно английским языком, несколько раз в неделю в платной школе. И все, что они хотят, мы стараемся исполнять. И развитие, и подарки, и времяпровождение, это здорово. Вот отдых первый наш у моря в Турции в этом году. Мы там были на одну зарплату, как я сказала, заработанную в Reflame. Провели чудесную неделю у моря, получили шкоду РАТО. Это компания Reflame. Почему у нас никогда не было новой машины? Reflame с проектами карьеры, это исполнилось наконец-то. Машина классная, просторная, большая. Звание директора. Так, у меня тут уже окончательно все зависло, сейчас попробую еще раз пересмотреть. Слайды зависают. Наверное, мне кому-то напоминает, что уже час прошел. Не появляются у меня слайды. Вид, наверное. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Мы были два раза на 5 дней в местном За что нас прозвали Директора, где она вручила диплом Суперстар номинацию, суперстар пивист И было огромным событием Наша поездка, бесплатная поездка в Египет В октябре 2015 года Вы посмотрите, это карьера нашей команды в Египте Бесплатная конференция Стояла первая менеджерская компания Первая история конференции Кто здесь есть из этой фотографии Кто был в Египте с нами Поставьте плюсики-плюсики Мы там встретились с нашими коллегами из Украины Казахстана, Молдовы Вот на таких конференциях мы с вами можем встречаться Очень здорово, классно Бро, не забываем, вот 4 дня Шикарное, шикарнейшее мероприятие Компания придумала, да мелочи Ты ни о чем не заботишься, ни о чем не волнуешься Все там тебе сделают, все придумано Ходишь по мероприятиям, загораешь на солнце Окунулись даже в Красное море Наблюдали за рыбками, кораллами Была экскурсия по Красному морю Было вообще здорово Не описать словами Вот посмотрите, здесь тоже несколько фотографий Красное море, обалденное море Желаю всем тоже увидеть, побывать там И уже в этом году состоится конференция в другом месте В другой стране Европы Известны уже результаты Закончилась первая квалификация Первая волна Известны результаты уже кто квалифицировался И мы туда едем с нашей командой С менеджерами, директорами золотыми Будет мега золотая конференция Да, первая конференция Совместно с золотыми директорами менеджеров Вот посмотрите, лидеры Поприветствуем наши команды Которые это сделали Своим упорным трудом, активной работой Которые сразу приступили Поверили в себя, в наш проект И сделали это Молодцы, я вам и горжусь Здесь команда наша с Дили Кайплой Поздравляю, поздравляю всех Мы с вами обязательно увидимся В сентябре месяце на этой конференции Это отличный результат У нас по всей экспресс-карьере Уже будет очень много наших партнеров Увидимся с вами тоже скоро И вот обалденные новости Мы получили в бриллиантовой конференции Компания дает второй шанс Тем, кто не выполнил условия Первые квалификации Тем, кто еще не знал об этом Интересно, что еще не было с нами Тогда, когда мы квалифицировались Все-все сейчас могут квалифицироваться На эту же конференцию Если выполняют условия Обязательно туда надо Квалифицироваться всем Выполняйте условия Начинайте активную работу Не надо остаться сторонней и наблюдать Решите для себя, что вы это сделаете Начинайте активно действовать Узнайте все подробности условия У своего спонсора Да, здесь только лениво не пройдет Квалификация Потому что условия очень простые Потому что вы не работаете один А со своей командой Вам помогают ваши спонсоры Менеджеры-директора Обязательно надо действовать Если даже вы вдруг не попадете Вы потом скажете, что сделали все Чтобы квалифицироваться Они сразу болеют Они сразу отчаянны Нельзя остаться сторонней Хороший шанс для России И для того Продолжение следует... Продолжение следует... Не пропустите это событие Так, слайды, слайды, слайды мои Опять зависает Смотрите Вот для нас уже компания IceClaim Отпуск запланировала для нас Это Да, интернет-шок и... Поэтому даже не выдерживает Исполнительная конференция была недавно 13-го, 17-го января Где были наши лидеры Анны Черных-Минькову Они вам обязательно расскажут О событиях Новостях Через пару дней Будут стиль жизни С их участием Обязательно проходите Дальше в апреле состоится Все российский конгресс лидеров Питеры В Петербурге Туда уже едем Мы Вот где отмечена звездочка Мы там обязательно будем Запланировали туда поездку В Петербург мы едем Дальше будет в июне Мегафорум В Москве мы там будем Банкет директоров В Москве 19-го мы там будем Золотая конференция В начале сентября Тоже туда уже квалифицировались И Манчестерская конференция Тоже в сентябре Туда тоже квалифицировались Вот такие вкусные дни В месяцах нас ждут Это здорово Несколько раз в год Можно устроить бесплатную поездку Компания Reflame За активную работу В 2017 году В столице Шикарная конференция Юбилейная Бриллиантовая В Майами Это тоже была Шикарная для нас новость Шок новость Куда тоже мы стараемся И работаем над этим Обязательно поехать Представьте тут Конференция в США В Майами Так А хочу сказать спасибо Спасибо моей команде Вот она наша дружная Амбициозная Приустремленная Активная команда Которую мы выхлали На банкете директоров В декабре месяце Это только менеджерская часть Да Менеджеры и директора Это они все приехали Из уфинского филиала Спасибо, спасибо всем вам Что вы у нас такие и есть Что вы с нами Что вы добиваетесь успехов Что вы быстро растете Что вы рассказываете О возможностях компании Алифлэйн Вас ждут тоже Ошеломительные успехи Поездки, путешествия Признания Анкеты Все это награждение Вы за свой трот получите Мораторий жду Вот они ждут сегодня Свои премии Тысячи долларов Их ждут также премии Через каталог Их ждут Свои тысячи рублей Бонусы по автопрограмме Ильяна у нас тоже Хочет получить Шкоду РАПИС Я желаю успех Я желаю, чтобы вы получили Эту машину И тоже катались Сетьми ее Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Именно сейчас Действуем Работаем Добавляем Успех Кто не останавливается Он обязательно здесь добьется Это уже доказано Нами Нашими лидерами Партнерами Получите свой сайт Если вы активный партнер Учите бесплатный сайт Антон Мечерный И работайте Там все есть Для работы Вся информация Нужна о проекте Фотографии Видео Вся информация Готовая уже есть Надо брать и сделать Все для вас придумали Все для вас уже сделано Система придумана Грех тут не работать Грех тут не заливаться успех Я заканчиваю свой вебинар Извините за связь Техника иногда подводит Благодарю всех за внимание Кто остался до конца Молодец Спасибо всем Какие вопросы может есть Я в чат не читала Не отвлекалась Можете задать Сейчас отвечу Если у вас Остались вопросы Из гостей Кто-нибудь остался у нас Кто остался из гостей Кто еще не является Партнером нашим Мы вас убедили Вы будете нашим партнером Вы будете Задуриваться успехов Вы будете Директорами Золотыми бриллиантами Директорами Какими методами работаете Работаю Как все Приглашения Друзья Вконтакте Сейчас уже Идут люди Сами В основном Надо начинать Разливать свой Личный бренд Да Мы зовем Уже на свои результаты Чего мы добились О развитии личного бренда Сегодня вам вечером Расскажет Мой спонсор Дили Каипова Обязательно приходите На вечерний Лебинар Как именно Развивать личный бренд Как работать Чтобы люди Сами к вам приходили Вначале Конечно же Мы работали Как все Рекрутировали Приглашали людей Писали сообщения Сейчас у меня В основном Муж Ответственный За рекрутирование Он занимается этим Я работаю С группой С командой Сколько часов В день Рекрутирую Я Вначале Когда я начинала Я все Свободное время Могла сидеть До ночи До 3-4 ночи Обязательно 2-3 часа Рекрутировать Именно Старалась Уделять Каждый день Вечерний вебинар В 18.00 Помог я Ваши действия Должны быть Ежедневными Систематичными Только тогда Пройдет С успехом Только тогда Какие методы Рекрутирования Я уже назвала Приглашение Друзья Муж Таким методом До сих пор Рекрутирует Уже у нас Практически Пассивный метод Рекрутирования Развивая Своей личный Брян Так По Украине Не было Информации По второму Шансу По-моему Нет Робот ВКБОт Использует Да Вопросы по рекрутированию Пошли работать Пошли работать